По своему такому малодушию я... Меня забирают в армию 6 июля. Повестку эту не отдал я, в общем, бумажку, чтобы на альтернативную службу. Все подписал по своей вине. Это надо было на полгода раньше. Но если сейчас ты можешь еще надеяться, ни под каким видом оружие в руки не бери, присягу не принимай. Запомни это. Посадят, два года отсидишь, вернешься, а там от тебя труп привезут. Вот и все. Что еще раз привезут? Чтобы труп ваш не привозили домой, вы решительно говорите. Я подал заявление, как верующий христианин, я не могу воевать. Поэтому я могу ни снаряды подносить, ни заряжающим быть. Я могу ухаживать за ранеными, там вот все такое делать. У нас взяли которых, их там тоже потрепали. Но по сей день еще они без присяги поварами работают. Тут я имею в виду другую службу. Не службу именно на войну в Украину. Туда куда-то. А именно мне сейчас 19 лет и службу в армии один год. То есть я это имею в виду. Ну вот, они вас возьмут. У вас есть макет, как подавать заявление? Образец? Нет. Ну я вам скину. А нет, честь, может быть где-то есть. Вы военкомат отнесите. Сами отнесите. Скажите, что вот я такой-то. И я верю в Бога. И мне нельзя присягу принимать. Нельзя оружие брать. Все. Я православный. Крепко держись этого. И они там что-то будут думать. Они направят тебя ухаживать за больными там куда-то. Или еще что-то. Оружие ни под каким видом в руки не брать. Ни под каким. Пускай убьют, но зато я буду со Христом. Хорошо понял? Спасибо. У нас все записывается, выставляется в интернет. Ты не против? Не против, не против. Все, ну вот так вот. Если нет у вас образца, можете меня... Я могу сразу вам скинуть. Просто сам факт, что уже повестка, что мне 6 июля приходить, она уже подписана. Ну, лысым, с вещами, все дела. Ну, это все, это все так. Скажите, что я присягу принимать не буду. Потому что я православный христианин. Я вам скину все данные. И вы там выпишите себе, что написано о войне. Почему нельзя. Как Господь повелевает. Спрячься за Христа. Вот все. А вот можете, пожалуйста, еще это вопрос по другой теме. Что такое мышелоимство? И как оно больше всего проявляется, хотел бы узнать. Скаридность. То есть жадность. Мшелоимство. То есть человек хватает и хватает, все ему мало. А то одна там как-то... Если у человека есть одна вещь, и он хочет такую же, только лучше, значит, там человек. Ну, нет, что больше заработает, это нет. Ну, просто скаридность, жадность. Он боится куда-то деньги. Он обязан десятину отдать. На священство. Где-нибудь торговли нету. А вы еще ухо-то зашимаете. Я громко говорю разве? Не, не, нет. Просто тут машины едут, я чтобы слышно было, так вот прикладываю. А, ну я понял. Да кого бы из дома звонили? Зачем машины тут? Ну, я сейчас просто не думал, что именно сейчас вот... Ну, я освободился. Я освободился, сейчас скину материалы. Их все просчитай не на один раз. Это очень важно. Взявший меч от меча погибнет. Вот так. А вот такой вопрос есть. А во все же части армии можно будет брать Библию? Святая Евангелие, Библию... Ну, Евангелие можно, а Библию нет. Евангелие можно взять... Вот бывает такое красное, вы выпускали красная корочка по благословению потерярки Кирилла. Ну, возьми ни один экземпляр, а два. Кому-то близкому или начальнику подаришь. Ни под каким видом священники будут тебя уговаривать. Священники специально там сидят. Дескать, а как Александр Невский? Молчи. Я не буду, я не могу. Христос сказал, любите врагов ваших. Я не могу принимать присягу. Не клянитесь вовсе. А это клятва. Тут надо твердо стоять. Ты не устоял, взялся за оружие. Все, тебя уже пошлют куда надо. А вот эти свинетели уговы называются, они никогда не едят. Они вернулись домой, два года отсидели, они теперь дома. Их никто не трогает. Вот так. Понял. Спасибо, Христос. Хорошо, сейчас я тебе скину. Больше нет вопросов? Да вроде бы нету. Там далеко не отходишь. Сейчас я скину, когда просчитаешь. Потом скажешь, что тебе непонятно. Все, отхожу. Продолжение следует.